Депутаты окружного собрания сегодня с рабочим визитом посетили Центр природопользования Нинецкого округа. Парламентарии оценили качество выполненного ремонта в здании, обсудили с руководством казенного учреждения ряд вопросов, касающихся в том числе материально-технического оснащения. Рабочая встреча парламентариев и руководства казенного учреждения началась с осмотра транспорта. На сегодняшний день в парке Центра природопользования 19 единиц техники. Летом сотрудники Центра выезжают в рейды на катерах, а вот на период распуты подходящего транспорта нет, как нет и пунктов обогрева, которые и так необходимы в работе. Прикол у нас, как и для ночевок, находится, здесь мы и спим, кушаем, если нет где переночевать. Ну и снегоходная техника, она у нас практически новая, вот эта единица. Но есть и которые по списанию уже идут, то есть разная техника есть. Тем более у нас еще есть, а техника еще находится в селах. Это пеша, несь, там у нас находятся инспектора. Это что касается техники на зимний период. Обсуждение вопросов, касающихся материально-технического оснащения казенного учреждения, продолжилось уже внутри здания. Осенью прошлого года здесь проводился ремонт. Второй этаж пока пустует. Руководство Центра природопользования ждет, когда будет выполнен ремонт кровли. Среди помещений, которые осмотрели парламентарии, оружейная комната и лаборатория. Лаборатория вот эта вся большевашняя, с заставкой, 2 миллиона 706 тысяч рублей. То есть, как бы, чтобы было понимание, что это тоже все такое, вещи-то затронуты, кажется, мало. Там еще в другой комнате у нас, значит, переносная лаборатория и все реактивы. Сейчас степень готовности какая? Ну, здесь уже больше по 10 процентов. Сколько? Больше 10 процентов. То есть, нам бы купить на оборудование, значит, и реактивы. В лаборатории можно будет проводить исследования проб почвы, воды и воздуха. Планируется, что лицензию на этот вид деятельности Центр природопользования получит в августе текущего года. Когда вы выполномочены вот эти все исследования проводить и, соответственно, выдавать заключение, так или нет? Потому что они предполагают серьезные штрафы. Конечно. Поэтому, я и говорю, вы выполномочены будете. Это параллельно работа или у вас уже… Я занимаюсь проблемой и вот агнитацией, которые документы… Значит, август месяц – это и аккредитация, и оборудование, да? Да. На встрече с парламентариями, руководством Центра природопользования и охраны окружающей среды были озвучены вопросы, касающиеся материально-технического оснащения. Учреждению необходимы средства на закупку мебели, оргтехники, пунктов обогрева, дополнительного транспорта и другие расходы. Нам нельзя останавливаться на полпути. Здесь надо здание доводить до ума, как говорится, чтобы оно работало в полном объеме. Поэтому вот у нас будут сессии, те, которые, возможно, изменяют бюджет. Мы, как положено, в соответствии с бюджетным процессом, будем рассматривать те заявки, которые поступят и от казенного учреждения, и от профилевого департамента. И будем их рассматривать, как всегда это бывает, на комиссии профильной, для того, чтобы потом уже принято окончательное решение. Планируется, что эти вопросы будут рассмотрены в мае текущего года. Напомню, Центр природопользования и охраны окружающей среды выполняет важные функции на территории региона. Такие, как пресечение незаконной добычи водных, биологических ресурсов, забота об особо охраняемых природных территориях, сохранение лесов. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.